Читаем Библию вместе, в карантин, в любое время. Библия это важная и достойная для того, чтобы читать и на ней размышлять книга, потому что Слово Божье. Мы прочитали с вами главы 13 и 14 второй книги Царств. Дети. Я думаю, что каждый человек, или почти каждый, мечтает иметь детей. Но я хочу кое-что подчеркнуть. Не просто детей, а детей хороших, добрых, послушных. Тех, на которых можно положиться. К сожалению, сегодня и вообще на протяжении истории человечества было множество негодных детей. Детей, которые порочили своих родителей. Которые не исполняли свои моральные обязанности перед родителями. Которые дискредитировали их и которые обесчестили своих родителей. Эти две главы повествуют о детях Давида. Помните, грех Давида, он вызвал определенный гнев Божий. Бог сказал, что будет происходить у его семьи. И вот это произошло. Сын Давида, Амнон, полюбил свою сестру от другой жены Давида. Полюбил Фомарь настолько, что не мог жить без нее. Тут же нашелся негодный советчик, который сказал ему, слушай, вот есть план, давай ты как бы раз-два пригласи ее. И в итоге она будет твоей. Амнон так и поступил. Он завлек ее к себе. Изнасиловал. И написано, как любил ее, так и возненавидел. И все, пошла вон. Фомарь, подожди, подожди, братик, ты обесчестил меня. Как мне быть теперь? Убирайся вон. Позвал людей и выгнал ее из своего дома. Она носила одежду цветную, какую носили девицы, дочери царя. Она ее разобрала. Она посыпала голову пеплом. Она шла и громко плакала. У нее брат, еще один сын Давида, Авессалон. Потрясающей внешностью молодой человек. Красавец писанный. Идеальный во всех отношениях. И, конечно же, он очень сильно любил свою сестру. И он видит, как сын Давида, Амнон, обесчестил ее. Давид узнал об этом. Давид сильно расстроился. Дети расстраивают Давида. Дети поступают неправильно. И вот его сын, Амнон, поступил очень вероломно против, не только против сестры, но и против отца. На этом история не заканчивается. Авессалон затаил злобу на своего брата. Два года он таил в сердце месть. И вот однажды, собрав сыновей царя, он совершил подлое убийство. Амнон был убит. Когда Давид услышал об этом, ему передали, что все дети царя убиты. Вы представляете такую новость? В одно мгновение. Узнай, что все твои дети мертвы. Понятно, что это было не так, но сердце Давида оборвалось. Он был в ужасе от того, что услышал. В итоге, после он узнал, что дети его спасены, но Алисалом, его еще один сын, стал изгнанником. Трое детей Давида. Амнон, Фомарь, Алисалом. Этот список можно продолжать дальше. Многие две главы повествуют именно об этих детях. Детях, которые приесли боль и страдания Давиду. В книге притчи мы читаем, 10 глава, с первого стиха «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Мы видим детей Давида, которые огорчают, которые ранят своих родителей. Я желаю каждому из вас, дорогие друзья, если у вас есть дети, чтобы они вас всегда радовали. Если вы дети и у вас есть родители, помните, что ваше поведение, что ваше отношение к родителям и к окружающим людям или радует ваших родителей, или наоборот вверхает их в глубокую печаль. Некоторые из вас знают, что чувствовал Давид в тот момент, когда его дети шли не тем путем, которым он хотел, чтобы они шли. Когда его дети бесчестили и порочили его, как сердце его разрывалось, как он плакал. Возможно, вы чувствуете это. Молитесь Господу о детях. Давайте молиться Богу о детях, которые есть в наших семьях. Они подрастают. И мы не можем уже ничего с ними сделать, кроме как молиться на тот период, пока не в нашем доме. Давайте нашей жизнью, нашим поведением показывать им пример благочестивого образа жизни. Амон убит. Фомаре бесчещено, а веселом в изгнании. Но так долго продолжаться не может. И это целая история, как военачальник Давида, его дядя Иав, он подослал к нему женщину. Та начала рассказать это по-восточному, длинная битиеватая история. В конце концов, по результату Давид простил о веселома и вернул его назад в общении с собой. Но в этой главе, в главе 14, есть одна фраза, на которую я хотел бы обратить внимание. Эту фразу произнесла эта женщина. «Мы умрем», 14 стих, «и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Заметьте, какие потрясающие вещи Бог устами этой женщины произнес в уши Давиду. «Мы умрем», «будем, как вода, которая разлитая на земле, ее невозможно собрать». Есть вещи, которые невозможно собрать. Есть то, что невозможно вернуть, и Амнона вернуть невозможно, он уже умер. Но есть о веселом, его ты можешь вернуть. Давид, и дальше вот эта фраза. «Бог не желает погубить душу». Это факт о Боге. Когда мы читаем книгу пророка Изекииля, глава 33, 11 стих, здесь звучат такие слова. «Скажи им», говорит Господь, «живу я», говорит Господь Бог, «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Когда мы читаем Новый Завет, видим, что Бог не желает смерти грешника, что Бог послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, чтобы каждый житель нашей планеты имел возможность иметь жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, тот, кто вероят, реагирует на Божий посыл, на Божий призыв, имел жизнь вечную и не погиб. Какой потрясающий Бог. Он, мы читаем, не желает погубить грешника. В его планах этого нет. Он желает спасти грешника. Его желание спасти того, кто упал, кто отступил, кто не слушает его. Он не желает погубить душу и помышляет, как не отвергнуть от себя и отверженного. Знаете, на некоторых людях мы уже давно поставили крест. По-человечески. И мы говорим, от Него уже ничего хорошего ждать нельзя, Он уже все конченый, как говорят. Но знаете, как смотрит даже на таких людей Бог? Он написано помышляет, как не отвергнуть от себя и отверженного. И помышления Божьи реализовались. Возможности спасения через Христа для каждого, даже самого падшего и самого отверженного. Если ты поставил на себе крест. Если ты решил, что все, шансов у тебя никаких нет с Богом. Знай, Бог помышляет и уже подсказал путь спасения через Христа. Друзья мои, печальные главы от Детя Давида. Давайте будем детьми, которые радуют наших земных родителей. Давайте будем детьми, которые радуют нашего Небесного Отца. Ведь Он дал нам честь и право называться Его детьми. Первое послание Иоанна, третья глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть кем? Детьми Божьими. Не глупыми сынами, а мудрыми сынами и послушными. И давайте будем благодарить Бога за Его огромнейшее сердце, полное благодать и любви. О том, что Он поднимает. И хочет поднять даже тех, кто упал. Если ты упал, у тебя есть шанс подняться, потому что Господь написано. Он не желает погубить душу, а помышляет, как не отвергнуть от себя даже отверженного. Читаем Библию вместе. И благослови нас всех Господь.